привет друзья меня зовут олег герт я занимаюсь digital иллюстрации уже больше 10 лет это моя кошка шицу и в этом видео я хочу рассказать вам и показать как я рисую фотошопе и с помощью планшета вакуум вы наверное уже знаете что каждый инструмент фотошопе можно выбрать не только с помощью стилуса либо мышки до в инструментах но и каждому свету присвоена определенная клавиша на клавиатуре я рисую правой рукой и левая обычно у меня лежит на клавиатуре я не пользуюсь кнопочками на планшете мне почему-то неудобно возможно вам будет удобно я пользуюсь основном в это выбор слоя b это кисть неудобно нажимать левой рукой случае чего и е это ластик с пейс это рука при нажатии на нее появляется такая ладонь которая можно перетаскивать собственно холст р очень удобная функция я про не узнал не сразу скажу что изначально я подстраивался рисовал как-то неудобными было нажимаешь появляется такой значок и можно поворачивать холст если нажмете на r и escape холст обратно станет оризонтально также очень удобно и когда рисуешь допустим кистью нужно тебе выбрать срочно цвет который рядышком зажать кнопочку alt это пипетка и клик на цвет у тебя будет этот цвет и еще очень удобно когда опять таки рисуешь кистью чтобы перескочить на другой слой пример но не выбирать каждый раз курсор просто зажать кнопку counter и можно выбрать любой другой слой и еще очень мне нравится кнопочка классная z появляется такая лупа и ты можешь увеличить либо отдалить свой холст референсы очень очень важны это помогает вам погрузиться в темы посмотреть работы которые делали ваши коллеги по цеху насытиться эмоциями посмотрите интересные композиции найти интересные цветовые решения и неважно где вы это увидели на биханте пинтересте журнале на какой-то выставке собирайте вспоминайте это вам пригодится также не поленитесь если у вас какие-то есть интересные детали в иллюстрации например камин какой-нибудь или статуэтки посмотрите как они выглядят какие они бывают это поможет вам сделать иллюстрацию правдоподобнее интереснее насыщенные деталями помните главное не слизывать все подчистую да а брать какие-то интересные удачные моменты идеи и на основе них уже делать свою иллюстрацию более интересные насыщенные и вкусные и так открываем ваш photoshop нажимаем вкладку файл создать здесь обычно по умолчанию очень много всяких пресетов но допустим а4 горизонтальное положение нажимаем создать появляется холст появляется также очень удобно настроить если вы все-таки пользуетесь мышкой к примеру колесико это зумирование может кому-то дом создаем новый слой на эту вкладочку и выбираем кисть кистей photoshop и очень и очень много да поэтому вы можете создать свою скачать какой-то пресет пользоваться уже предустановленными какими-то кистями здесь вас ничего не ограничивает пожалуйста пробуйте смотрите какая вам больше нравится и сначала мы нарисуем скетч да то есть какими-то буквально грубыми грубыми формами вот и нажимаю кнопку е выбирает у меня ластик ластики сделаю побольше также выбрать размер кисти можно вот этими кнопочками то есть она либо больше становится либо меньше сейчас я сделаю побольше опять нажимаем б я в режиме кисти и вот такими собственно объектами я сейчас хочу нарисовать маленького дракончика это будет скетч то есть я предполагаю что здесь не будет какая-то голова этот данный какой-то хвостик ну как бы начинать всегда лучше с объемов более крупных да и потом геометрических может быть а потом уже переходить прорисовки детали здесь наверное мы сделаем какие-то крылышки обычно дракончики все с рожками но у меня будет классический дракончик а вы можете рисовать какого угодно с рожками с юнками с ножками ну вот примером у меня расположение как будто бы может быть такое я знаю что здесь у меня будет дракончик такой формы также есть интересный способ придумать какого-то персонажа если вы не знаете что хотите нарисовать но просто хотите что-нибудь нарисовать попробуйте процесс как бы создание пятна то есть вы рисуете какое-то пятно абстрактное быть может быть порой да и уже потом на основании него как бы пытаетесь там что-то найти попробуйте вам понравится то есть вот здесь я как бы попробую сделать такие пятна теперь на основании 5 прорисовать какие-то детальки а у этих персонажей добавить им глазки допустим здесь это будет голова я смотрю на пятно и как бы фантазирую рисую как мне хочется это отличный способ развить такое придумывание что ли я отключаю слой с этими пятнами и выбираю одного дракончика крайнего левого остальных я пока скрываю и сейчас мы будем работать с этим перетаскиваем зажав кнопку alt перетаскиваю этот слой получается дополнительный дублирующий выделяю вас со голову я хочу немножко увеличить потянув за эти эту рамочку выделения чтобы применить выделение нужно два раза кликнуть в центре выделения либо нажать на галочку наверху я дорабатываю немножко этот скетч и добавляю какие-то детальки интересные решил убрать этот подарочек мне кажется здесь будет лишнее вот как будто бы дракончик боится сжечь этот цветочек немножко отодвину его от мордочки чтобы дать ему место дорабатывая придумывая фантазируя вы уже какой-то сделали образ который с которым можно работать давайте теперь раскрасим его и вот у нас есть скетч делаем новый слой я его помечу зелененьким чтобы мы его видели и не перепутали выбираем кисть и обычной кистью я начинаю рисовать контур вот я рисую такие контуры добавляем всяких деталей чик контурная иллюстрация да вот мне не очень нравится этот гребень я добавлю ему чуть-чуть волос прорисуем ему ножки еще очень бывает полезно посмотреть на свой рисунок отзеркалив его потому что иногда глаз очень привыкает и вы не видите каких-то очевидных может быть другим людям дефектов или там каких-то странных перспектив так бывает вам кажется что рисунок вообще отличный вы отражаете а там какой-нибудь глаз я дорисовываем цветочки пожалуй отражу обратно делаю новый слой и рисую там глаза на всякий случай отдельный слой потому что иногда бывает полезно покрутить глаза в ту или иную сторону подвигать чтобы они косили или там смотрели в одну сторону я хочу немножко моего дракончика как бы отодвинуть от этого цветка чтобы он слегка как бы сторонился боясь его сжечь для этого я выбираю мои контуры до курсора вместе со скетчем и зажав кнопку контур немножко двигаю его в сторонку как бы искажая да мне как стать немножко получше и так я создаю новый слой и начинаю рисовать основу кожу моего будущего дракончика я создаю новый слой и зажав кнопочку alt вкладываю его в этот слой с кожей зеленый выбирают он чуть-чуть потемнее мы сейчас добавим ему теней я делаю еще один слой и нарисую в отдельном слое ему волосы пускаем будет таким рыжиком и отдельным слоем сделаем белки беленькими еще и сейчас нарисуем на животике такое пятно как у крокодильчиков там светлая кожа я тоже выбираю делимся но все я рисую в разных разных слоях это очень удобно в дальнейшем чтобы что-то скорректировать отдельно они и не всю иллюстрацию целиком по отдельности дальше я прорабатываю тени мои более подробно добавляю деталечек я сделал этот слой с тенью поставил стиль слоя умножения и сейчас я добавлю еще бликов обычно я беру цвет как делаем нужно снова слой беру цвет чуть-чуть ярче или цвет кожи вот видите сейчас прорисую линия на как бы не видно но если в стиль слоя зайду и выберу линейный осветлитель то он дает очень интересный эффект когда делаешь ему небольшую прозрачность он этот основу твой цвет делает ярче и опять таки это позволит в несколько в несколько наложения слоев добиться интересного такого глубокого для от эффекта объема и принципе такой живости иллюстрации я прорабатываю сверху представляю как будто бы падает свет будем прорабатывать тени дальше я делаю еще один слой то есть мы видим же что принципе иллюстрация стала более объем но она все-таки достаточно плосковато не хватает деталей и каких-то интересных рефлексов я делаю еще один слой делаю ему режим умножения как вы уже знаете это даст нам сейчас интересный эффект вы сами увидите и дорабатываю тени каких-то местах где они наиболее темные также я сейчас добавлю такие блики на волосы тоже в отдельном слое обязательно выбираю яркий желтый цвет чтобы туристации было поживее немножко добавим тени для волос по такому же принципу раскрасим цветочек сделаем там листик лепесточки и теперь в отдельном слое я добавлю вот этих вот бликов каких-то еще сверху мне кажется что животик несколько темноват я выбираю его захожу во вкладку изображение тут есть вкладка цветовой тон насыщенности можно скорректировать его подвигав эти бегунки дорисовать небольшой кусочек который не дорисовал в прошлый раз и теперь отдельным слоем я дорисую пятен чтобы кожа у него какая-то была как у рептилии такими пятнышками опять-таки я использую стиль слоя умножения делаем чуть чуть более прозрачность что где он будет заходить на какие-то другие слои он будет просвечивать их это будет создавать объем то есть каждый слой немножко просвечивает другой в разных режимах в отдельном слое я нарисую тень сделаю тоже слегка прозрачный не забудем про блики на глазах чтобы он стал более живой обычно я делаю это белым светом и использую стиль слоя линейный осветлитель и добавлю еще дополнительных бликов очень ярких не забуду какие-то рефлексики и в принципе он стал таким ярким объемненьким и теперь нарисуем пламя в отдельном слое мы рисуем пламя приблизительно я помню как она выглядит как будто она вырывается из его рта добавим какие-то оттеночков бликов и вот мне кажется что мне немножко дракон светловатый для этого я выбираю основу то есть тот зеленый цвет в который мы вкладывали все наши слои захожу в меню изображения и выбираю вкладку цветовой тон насыщенность и с помощью этого бегунка яркость насыщенность целый тон делаю моего дракончика чуть-чуть поконтрастнее чуть-чуть более сочным что ли вуаля итак на сегодня все я надеюсь видео было вам полезным ставьте ваши лайки если вам все понравилось подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и помните чем больше вы тренируетесь практикуетесь рисование тем выше будет ваш уровень иллюстрации пока